Пейте, дети, молоко, будете здоровы. Правдивость этого утверждения решили проверить корреспонденты газеты «Комсомольская правда. Рязань». Два года назад они начали независимую экспертизу продукции крупных и фермерских производителей. В начале прошлого года мы подвели итоги за 2016 год, наградили лучших производителей по трем номинациям молоко, сметана и творог. А в этом году у нас целых пять номинаций. В 2018 году прошло награждение сразу в пяти номинациях – фруктовый йогурт, молоко, сметана, сливочное масло и пшеничный хлеб. Корреспонденты газеты «Комсомольская правда. Рязань» подчеркивают, что вся экспертиза была независимой. Ни один из производителей не знал, когда и какую именно продукцию будут покупать и проверять. Победителем в номинации «Лучший фруктовый йогурт» стал Старожиловский комбинат. Как отметил генеральный директор «Комсомольской правды» Рязань Николай Мальцев, Производитель заслуживает отдельных аплодисментов еще и за то, что за несколько лет проверок качество их продукции ничуть не изменилось. Сразу два диплома получили ООО «ЖИТО» в категории «Масло и сметана». А вот победителем в новой категории пшеничный хлеб стала компания «Барс Ритейл». Хотелось бы поблагодарить «Комсомольскую правду» и «Рязанскую торгово-промышленную палату» именно за то, что независимая экспертиза высоко оценила наше старание. То есть мы готовы приложить к дальнейшим все усилия для того, чтобы обеспечить качество нашей продукции. В номинации «Питьевое молоко» диплом победителя получила компания «Вакинская Агро». Их продукцию корреспонденты «Комсомольской правды Рязань» отправили на независимую экспертизу впервые. И сразу такой результат. «У нас полный цикл, начиная с растеневодства, животноводства и до выпуска готовой продукции. И это еще раз подтверждает, что мы двигаемся в правильном направлении. И на каждом участке специалисты у нас высокого уровня. И это яркое подтверждение того, что мы делаем достойную продукцию». По словам корреспондентов, крупные компании, да и фермерские производители реагируют на такую экспертизу неоднозначно. Конечно же, кому хочется услышать, что их продукцию признали несоответствующей стандартам. К сожалению, встречаются ситуации хуже. Так победитель 2016 года стал выпускать фальсификат. Однако существуют и те компании, которые поработали над своими ошибками. «В 2016 году проверяли одного рязанского производителя, и он постоянно выдавал фальсификат. Что ни возьмем, молоко, масло, все фальсифицированное. В этом году мы уже даже потеряли надежду, но решили проверить все-таки, посмотреть, исправился ли он. И вот два образца мы проверили, и да, действительно, он исправился. Производитель стал выпускать качественный продукт. При этом хочу отметить, что и стоимость продукции тоже возросла». В планах у корреспондентов газеты «Комсомольская правда» продолжить проводить независимую экспертизу. К тому же они расширят список продуктов. Так, в 2018 году добавится и мясо. А по старым номинациям прибавятся и производители государственного уровня. Это позволит узнать, на каком месте в списке качества стоит Рязань. Нам же остается поздравить победителей и пожелать «Комсомольской правде» Рязань успехов в ее нелегком деле. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.